В театре «Астана-Опера» вниманию публики представили балет «Золушка». Это первое выступление балетной труппы в 11-м театральном сезоне после летнего перерыва. Таким образом, открыв занавес нового театрального сезона, труппа вступила во второе десятилетие. В партии «Золушки» на сцену вышла ведущая солистка балета, заслуженный деятель Казахстана Айгеримби Китаева. Чем чаще выходишь на сцену в этом образе, всегда добавляются какие-то новые краски, новые эмоции. Этим и прекрасна наша профессия, что мы каждый раз проживаем заново, добавляя, и мы растем на всех этих спектаклях. Я надеюсь, что мы, точнее, мы очень ждем нашей встречи с зрителем, и этот год, и этот сезон будет очень интересным и насыщенным. Именно в это время, в прошлом году, театр активно готовился к мировой премьере балета «Золушка». Театральный цеха, бутафорский, декорационно-поделочный, пошивочный, обувной и другие подразделения создавали необходимые декорации и реквизит для спектакля. А балетная труппа с большим вдохновением занималась реализацией идей балетмейстера-постановщика Раймонда Ребекка. Спектакль, родившийся в результате больших трудов, продолжает восхищать публику. А уже в этом сезоне труппа готовит премьеру романтического балета Левенскольда Сильфида. Также этой осенью зрителю смогут увидеть спектакль «Бетховен. Бессмертия. Любовь» в обновленной хореографии на музыку Бетховена. Рассел Томас исполнит партию Радамеса в опере «Аида» Джузеппе Верди в Чикагской лирической опере. Он вернется на сцену весной 2024 года вместе со звездным актерским составом во главе с музыкальным руководителем Энрике Мацолой. Рассел Томас – американский оперный тенор. Он родился в Майами и до 18 лет не знал о своих способностях, пока педагог по вокалу их не выявил. Рассел Томас исполнял ведущие партии в таких престижных оперных театрах мира, как «Метрополитен опера», «Опера Лос-Анджелеса», «Английская национальная опера», «Немецкая опера» в Берлине и «Королевский оперный театр Кавенгаден». В столичной галерее Салсере открылась выставка, которая рассказывает посетителям о связи современного человека со своим прошлым на трех разных языках искусства – живопись, керамика и мода. В экспозиции представлены работы трех мастеров – Полины Крутовой, Аяны Аскарбаевой и Айданы Сатебалды. Мне нравятся внутренние состояния современного человека и женщин и мужчин, и как в нашем внутреннем мире отражается наша социальная память. То есть те вещи, которые связывают нас с прошлым, с нашей историей, культурой, возможно, близким прошлым, таким как мама, бабушка, свадьба, какие-то радостные события. Вот это вот самая интересующая мне тематика. Участниц выставки объединяют творческие интересы и общие взгляды. Современная живопись, керамические арт-объекты и уникальные дизайнерские предметы одежды уводят зрителей вглубь размышлений о месте человека в современном мире, о важности культурного кода. Я представляю свою идею и концепцию, используя винтажную одежду, в данном случае рубашки. На них наношу рисунки и символы в разных цветах. Каждый цвет имеет свое значение, которое я беру еще с истории и культуры нашего народа. Гостям выставки показали фильм о творчестве авторов, который подготовил Ганья Нуар. Посетители также смогли стать частью проекта, поучаствовать в перформансе и унести с собой памятные сувениры. Познакомиться с творчеством отечественных мастерист можно в столичной галерее Сал-Сыры до 15 октября. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 27 сентября театр имени Аймаутова отметится комедией «Алгашкы Махабад». 27 сентября в Североказахстанской областной филармонии пройдет концерт, посвященный 120-летию Егибая Либаева. 28 сентября на сцене драм-театра имени Мохамбета состоится постановка «Ак-кар-жауэп-турханда». Ак-кар-жауэп.